Согласно документу, с октября этого года будет организован уникальный обучающий курс ВУЛГУ по подготовке и повышению квалификации управленческих кадров в сфере здравоохранения. Слушатели курса по направлению регионального Минздрава пройдут обучение в Институте экономики и бизнеса ВУЛГУ по программе магистратуры экономикой управления медицинской организацией. Проект уникальный, так как не имеет аналогов в нашей стране. Что ждем от проекта? Проект, разумеется, ждем повышение эффективности работы учреждений раз, повышение доступности качества медицинской помощи два. И третье, самое главное, это соблюдение баланса между качеством, экономикой и эффективностью медицинской помощи. В этом плане рассчитываем, что будут очень серьезные изменения, рассчитываем, что проект позволит сдвинуть здравоохранение Ульяновской области. На реализацию проекта планируется направить более 4 миллионов рублей. Мы как банк вступаем здесь финансирующей стороной, экспертной стороной в каких-то вопросах. Программа магистратуры рассчитана на углубление теоретической подготовки руководящего состава государственных медучреждений. Обучение поможет разобраться в специфике управления медицинскими и финансовыми процессами, а также повысить эффективность деятельности работающих в системе здравоохранения экономистов, инженеров, юристов и главных врачей. Вот нам как раз этого и не хватает для того, чтобы главные врачи и люди, которые управляют больницами, это огромное хозяйство, чтобы они умели не только лечить, но и определять, сколько лекарств нужно для этого, работать с финансами, с зарплатами и так далее. Образовательная программа включит в себя такие дисциплины, как управление медицинской организацией, маркетинг в здравоохранении, управление госзакупками, инновации в системе здравоохранения и многие другие. Преподавателями курса станут профессора УЛГУ, специалиста банка и высококвалифицированные управленцы в сфере здравоохранения. Обучение будет рассчитано на два года. Курс будет бесплатным. По информации профильного ведомства, программа стартует уже этой осенью. Всего в этом году планируется направить на повышение квалификации порядка 25 специалистов.